Для того, чтобы представить работе свою схему, нужно ее задокументировать. Я загрузил файл Based Apology и назвал ее просто от Apology, чтобы из нее потом сгенерировать картинку для отчета. Что нам нужно для отчета? Во-первых, тут видите достаточно крупный у меня шрифт, но это все потому, что для видео я поставил более крупный шрифт, в конце я его уменьшу. А пока давайте мы сделаем информацию по сетям, которые у нас есть. Итак, сеть я скопировал PC1-R1. Вот у нас нод, PlaceNode. Вставили. Ctrl-V. И я лишнее удалю и вставлю перенос строки лишненько. Вот нод. Потом я подправлю, когда уменьшу шрифт. Дальше вторая сеть. PC2-R3. Ну вот, вставили. Вот у меня в режиме Note, чтобы выйти из этого режима Escape, надо будет нажать. Вот я нажал Escape, мы вышли. Обратно переключился. R1, R2. Копировали. Вставили. Выскочил случайно из-за режима. Так вот. Дальше у нас R2, R3. R3, R4. Так. И R4, R1. Ну вот, теперь, я уменьшу. Ренсис. У меня 14 кегель стоит для того, чтобы удобнее было смотреть. Но для того, чтобы документировать, это, конечно, великовато. Немного растащим, чтобы порты не прилегали к оборудованию. Равно остается. Значит, вот мы. Красивости. Ну, вообще, вот эти порты нас мало интересуют. Нас интересуют порты именно на маршрутизаторах, чтобы не сбиться. И теперь оставили сети. Теперь нам нужно поставить адреса портов маршрутизатора. Итак, у нас R1 1, 1, да? Для этого мы 1, 2, 1, 2, 1. Вот так вот. Для сети вот этой вот G0, 1. 1, 1. Ну, давайте. Давайте. Делаем так. Ctrl-C, Ctrl-V. Перетащим. Здесь вот. Так вот. И сериальный порт. И сериальный порт 2, 2. Точка 2, 2. И сериальный порт. Линии тоже, как вы помните, имеют у нас семантику. То есть линия пунктирная, это у нас линия красовая, линия прямая. Без пунктиров это линия прямая. Такое ощущение, что вот нумерация портов, она Конечно, вещь хорошая, но Столько информации уже не помещается тут. Давайте попробуем отключить Always Show Вот так вот без портов попробуем, да? Значит, давайте R2 смотрим. R2 у нас 2, 2 и 1, 1. Я все не то зацепляю. 2, 2. Ctrl-C, Ctrl-V. R1, 1, 1, 1. R3, 1, 1. 2, 2. 1, 1. 1, 1. 1, 1. c ctrl v 2 2 на этот порт значит и этот порт у нас vr-4 22 а этот 11 давайте мы еще раз 11 скопируем захватил больше чем нужно ctrl c ctrl v 1 1 2 2 еще раз копируем ctrl c ctrl v да вот итак что у нас на этой схеме ну порты мы вывели потому что они действительно были уже немного излишне вернее забивали схему на схеме у нас дается адресация ip адресация то есть это у нас третий уровень или один порты мы вывели ну наверное есть смысл просто сделать делать разные схемы а не набирать все на одной как всегда значит это у нас схема l3 у нас номера сети и сети и адресация на портах адресацию на pc мы не пишем потому что это не важно далее у нас сети задают некую семантику вот эти вот соединения как мы обсудили итак прямая линия это прямое соединение соединяются два разных устройства dce и dte вот у нас значит терминальное устройство и коммутационное устройство вот это у нас dce это dte 2 они соединяются прямым проводом два одинаковых устройства вот части 2 dte соединяются с помощью кроссового кабеля и тут у нас присоединение двух устройств у нас показывается какого типа кабель если у нас показываются порты вот давайте я включу и раз порты то мы увидим тип кабеля вот он порт и какого типа устройства соединяются вот такие такие тут вот часики значит включается у нас клок частота этого порта это у нас для dte устройств и без часиков то есть без включения сты порта это dce устройство ну давайте опять и берем действительно они немного перегружают итак вот у нас сохранили схема которую можно представить в отчете естественно нам ее нужно принт сделать распечатать топологию и печатать файл давайте мы ее назовем топологию он должен png приделать наверное сразу вот она топология но он сделает нам эту картинку я использую гвинвилл для обрезки шифт с ну недостаток конечно вот этого пути то есть печати это то что он печатает с невысоким разрешением сохраняет обрежем ну вот в таком виде сохранить давайте посмотрим опять вот таком вот виде можно уже представлять нашу картинку но можно еще поизгаляться следующим способом в гимпе гимпе подгрузил и цвет в альфа-канал вот ну вот он по умолчанию белый цвет перегнал в альфа-канал файл экспортировать png заменить изменение вот у нас вот таком виде то есть он цвет убрали и теперь будет ложиться на любую подложку и не мешать цвету бумаги вот в таком виде лучше png и представлять ну таким образом вот этот вот результат это и есть собственно то чего мы хотели добиться и это уже можно представлять в виде документации цивилии я и он 什么 и он Субтитры создавал DimaTorzok